В эфире программа «Вовремя» с новостями в воскресенье. Познакомлю вас я, Евгения Лесникова. Добрый вечер и коротко о главном. В Минске прошел вертикальный забег, где в столице можно купить новогодние подарки. Сегодня в столице любители спорта покоряли самое высокое здание страны. В ставшем уже традиционным вертикальным рождественском забеге приняли участие атлеты со всей Беларуси. Сегодня во внутреннем дворе жилого дома «Парус» было очень шумно. Несмотря на выходной день со всех регионов Беларуси, сюда съехались сотни любителей бега. Перед спортсменами стояла серьезная задача преодолеть дистанцию в 100 этажей, поднимаясь по ступенькам самого высокого здания страны. Тоже второй год подряд. Очень нравится. Люблю всякие сумасшедшие вещи делать. Гонка разделилась на три этапа. В каждом из них атлеты серьезно боролись за выход в следующий круг. Ведь в этом году вертикальный забег проходил в формате на выбывание. Лучшие из лучших преодолевали дополнительную дистанцию. В итоге самые выносливые атлеты, которые успешно прошли все три этапа, условно поднялись на сотый этаж. При этом проверить свои силы отважились не только профессионалы, но и просто любители спорта. Председатель Белорусской Федерации Легкой Атлетики Вадим Девятовский сегодня не бежал, но активно поддерживал атлетов на дистанции. «Мы как организаторы преследуем популяризацию здорового образа жизни. В выходной вот так вот взять всем встать, кто участвует сегодня, это, ну, скажем, после праздничного и субботы. Не каждый сможет. Эти люди преодолевают себя». Победители определяли по лучшему индивидуальному времени, за который атлет пробежал последний третий этап. Напомним, финалисты преодолевали дополнительные 32 этажа. Так, самый быстрый спортсмен среди мужчин справился с этой дистанцией всего за 2 минуты и 3 секунды. Победительница женщина прошла аналогичное испытание за 2 минуты 43 секунды. Результаты впечатляющие, ведь даже скоростной лифт в этом доме поднимается на последний этаж почти минуту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...